Приветствую вас. Во-первых, хочется сразу сказать, что у вашего желания найти общий язык с мужем, лучше бы отыскать цель, то есть лучше будет, если у вас будет цель, потому что без цели отыскать общий язык вам будет крайне сложно, по той простой причине, что просто мотивация будет у вас хромать в этом смысле. Вы не будете сами для себя понимать, для чего мне искать общий язык, для чего мне идти на компромисс какой-то, для чего мне там, грубо говоря, ну, как-то меняться, что-то делать, для чего мне корректировать, может быть, себя, для чего мне искать компромиссы, вот, ну и так далее. Если вот на эти все вопросы у вас не будет ответов, к сожалению, просто вот потому, что не ясна цель, не ясна цель того, для чего вы хотите найти общий язык со своим мужем, да? То есть одно дело, если вы человека любите, одно дело, если вы именно любите его, и другое дело, если вы хотите чего-то для себя. То есть это разные вещи, но в зависимости от наличия той или иной вещи, в зависимости от той или иной мотивации, действия предполагаются все же разные для вас. Дальше. Следующий важный пункт касается именно самого скандала. Во-первых, скандал есть психологическая игра, в которой играют супруги, и вам необходимо увидеть эту игру. Для начала почитайте про неё в интернете. Она так и называется «Психологическая игра. Скандал». Вот так и почитайте, так и почитайте, так и напишите в поиске, исследуйте её. Может быть вам подойдёт, может быть нет, но в любом случае скандал – это психологический феномен. В частности скандал используется, когда люди боятся, к примеру, близости, боятся, к примеру, сексуальной близости, то есть когда есть некие проблемы с личными границами между людьми, то есть человек не отделяет себя от другого. Вот. Значит дальше. Вам нужно взять на себя ответственность за склад, который вы вносите непосредственно в ссору с мужем. Вам нужно взять на себя ответственность за свою активность, условно говоря, в конфликте. Для чего? Да, для чего вы это делаете? Чтобы иметь возможность это корректировать, чтобы иметь возможность это изменять, чтобы иметь возможность контролировать, управлять этим. Без данной истории у вас вредно получится наладить контакт. Дальше. Необходимо озаботиться мотивацией для вашего мужа, чтобы он хотел вас услышать и попытаться понять его позицию. Без оценок, без, значит, претензий, а именно попытаться просто понять, что ваш муж хочет сказать, обращая внимание не на форму, а на содержание. Вот. Следующий аспект. Это навык бесконфликтного общения. Например, Я-сообщение. Например, активное слушание. То, что можно использовать. Опять же, в интернете есть это сообщение. Можете подобрать, прописать в поиске. Вот. В целом, это такое аутентичное выражение своих эмоций. Противовес, например, тому, что, ну, противовес, скажем, претензионной форме, в форме того же выражения. Вот. Если вам всё это интересно, то, соответственно, в этих направлениях вам нужно двигаться, в том числе и с психологом. Потому что сами вы с этим не справитесь. Смотрите. Ваши ссоры, они начались с какого-то момента. И необходимо понять, с какого момента и по поводу чего они возникают. У ссоры всегда есть хитро. То есть некая незаконченная история, которая приглашает вас раздражать обоих, скорее всего. И вот именно на неё, на эту историю, нужно обратить внимание. А всё остальное – это предлог. Что-то с вами происходит сейчас, скорее всего, предлог. Вот. Ну, я имею ввиду повторяющиеся ссоры. Возможно, возможно, сами ссоры вам для чего-то нужны. Возможно. Я в этом не уверен, но возможно. Понимаете? Поэтому, на мой взгляд, в частности, на это, точно необходимо обратить внимание. И если вы сами справиться с этой ситуацией не можете, то вам необходима помощь. Вам и вашему мужу. Поэтому, если будет у вас такое желание, такая необходимость, обращайтесь в личку, буду рад вам помочь. Если остались вопросы, также обращайтесь в личку, буду рад помочь, буду рад ответить на вопросы. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.